Всероссийское общество глухих, созданное в 1926 году, ставит своей целью объединение профессиональных сурдопереводчиков и инвалидов по слуху и речи. Спустя много лет, лишь только в 1992 году, эта профессия была занесена в государственный реестр должностей рабочих и служащих. На сегодняшний день в России специалистов, владеющих жестовым языком, синхронным переводом, насчитывается всего около 900 человек. 18 из них трудятся на территории Ульяновской области. Председатель регионального отделения общества глухих Маргарита Ивановна Васина получила профессиональное образование в Санкт-Петербурге. По окончании вернулась в Ульяновск, где начинала свою трудовую деятельность в городском клубе глухих. Затем работала жестовым переводчиком на крупных предприятиях города. Сейчас на учете стоит 1228 человек. Из них абсолютно глухих где-то 850, а остальные слабослышащие. Но даже будучи слабослышащим человеком, его не во всех организациях могут принять без сортопереводчика. Как правило, сортопереводчиками не становятся на ровном месте. Так или иначе, эту профессию выбирают слабослышащие или здоровые люди, в чьих семьях были глухие родственники. Людмила Григорьева с детства взаимодействовала и помогала глухим. Со временем поняла, что это ее призвание. В ее работу входит сопровождение глухонемых инвалидов во все организации социально-бытового, юридического и медицинского спектра. Особенностью в работе сортопереводчика является одновременное мышление, речью и руками. С опытом все это приходит само. То есть уже автоматически начинаешь мыслить сразу и выражать в словах и в жестах. В бурно развивающемся цифровом мире появляется большое количество иностранных слов, которые закрепляются в русском языке. Я попросил Людмилу Александровну показать на жестовом языке название популярных гаджетов и интернет-ресурсов. Можете сказать, вот показать, как будет слово iPhone, конкретное уже слово? iPhone. То есть это уже непосредственно iPhone? iPhone. А, он даже и похож. Значок, да, похож. Члены общества глухих ведут активный образ жизни, занимаются творчеством и спортом. Во всех активностях также принимают участие сурдопереводчики. Молодежь как бы больше продвинута, они больше смотрят новые что-то. А пожилые, они не знают, им надо только объяснять. Вот. Поэтому и там, и там я как бы помогаю и пожилым, и молодым. День сурдопереводчика учрежден по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью Обратить внимание общества на проблемы глухих и сопровождающих их жестовых переводчиков. Вот такие трудовые будни сурдопереводчиков Ульяновского отделения Всероссийского общества глухих. Антон Никонов, Руслан Баталов. Новости. Ульяновская правда. Ульяновская правда.